Музыка Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, вообще, где мы находимся и по какому поводу? Что у вас случилось? Поископравда, Терновский район, Воронежская область. Что у нас случилось? Два года назад мы узнали случайно, что у нас тут по нашему адресу, вот по этому, где сейчас ПСК «Правда», зарегистрировано ОО «Правда». Другая коммерческая организация. Где генеральный директор, наш председатель, Обедков Алексей Иванович, он же учредитель и еще два человека учредителей. Так, у нас еще люди. Проходите сюда, проходите. Заходите, заходите. На собрании стали варить. Зачем спрашивать у него? То есть он учредителем в этой «Правде» был коммерческой? В этой «Правда» он и генеральный директор, и учредитель еще. А, даже так? И еще два лица. А фамилии двух других учредителей? Кошлев Николай Федоров и Гутеров Михаил Николаевич. А кто они такие вообще? Заинтересованы какие-то лица, да? Ну вот с Гутеровым, якобы он работал, это, что там, поедом по удобрению. Посредству защиты России. У него где-то фирма там в Воронеже, не знаю. Для кого на них сдавали? Вот. Стали ему говорить потом, зачем, для какой цели учредили, зарегистрировали ТОО. Он сразу отказывался, что нет, это неправда, мало ли что там в интернете напишут. Это неправда. Ну а потом, когда уже начали обращаться, писали и в прокуратуру, и везде стали писать. Потом он уже стал давать объяснение, что да, действительно, было зарегистрировано, но, как он там, по инициативе членов ПСК «Правд» был зарегистрирован ТОО. То есть это была ваша инициатива? Да, как бы наша инициатива была, и что директором был там наш председатель. А вид деятельности схожи, я так понимаю, да? Да, да. Там все это. Желноводство, растениеводство, все там, да. Основные виды деятельности, что тут. Он отрицал. Дальше что происходило вообще по этому поводу? Суд подал. Да нет, тут собрание было по перезаключению договоров земельных. Что землю. Да, у нас срок вот вышел. Срок выходил, и перезаключение договоров. Вот перезаключали договора, ну тут посоветовались и убрали там несколько пунктов из этого. Чтобы он не смог ее в это, в субаренду перейти? Чтобы субаренды не было, и короче, они остались. Без субаренду. Ну а потом вот, когда стали обращаться в правоохранительный орган, в их прокуратуру, в следственный комитет, он потом вышел из учредителей, сначала из генеральных, там, наверное, в июле, какого-то июля, из генеральных, а 28 августа, что ли, он уже из учредителей вышел. Но вот так и осталось, они ее не закрыли. Хотя он следователю, когда давал объяснение... То есть вы заявление писали на него по этим факту, правильно я понимаю? Да, да. Жалобили. Собрались, для какой цели, и что он будет творить у нас тут. Но сначала разговаривали с ним. Насколько мне известно, значит, в БЭПе по экономическим преступлениям усмотрели признаки преступления, значит, с его стороны. Ну а дальше что происходит? Ну а дальше что происходит? Употребление в служебном положении. Ну да, да, да. А тут ничего, у него все по закону. Это кто так сказал? Ну а если это все бумажки присылают, нам отказать... Это вам со Следственного комитета пришли ответы, что отказан в возбуждении уголовного дела. Хотя по экономическим преступлениям, значит... Да, было там что-то усмотрено. Было усмотрено. И они направили, я так понимаю, в Следственный комитет, а Следственный комитет уже принял решение, что нет там состава преступления. Нет, впервые открыли уголовное дело. Ну, насколько мне известно, уголовное дело не возбуждалось. Была проверка. И в рамках проверки было усмотрено БЭПом именно признаки преступления. Поэтому в Следственный комитет передали, где уже Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела, к сожалению. Следователь приехал и начал таскать, кто подписывался, пока ты жаловы. Значит, ты напиши, что ты пьяный был. Следователь так говорил? Нет, это сам председатель. А, председатель. Я думаю, зачем следователь? Значит, ты вот это не читал. То есть те, кто заявление написал коллективно, да, подписались? Да, да, да. Он каждому ездил, председатель? Сюда таскали. Сюда таскали. И сам он ездил. Ко мне вот лично приезжал. Председатель к вам приезжал, скажет, что говорил? Отказной. 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 Вот напиши, что ты вроде не прочитал, ничего не понял. Так подписал. Так подписал, вроде чух-чебурат. Отпишися, что претензий никаких не имеешь, ничего такого бы ты не имеешь. Ну, я так понимаю, часть кто-то написал. Отказали, да. Ну, не откажешься, завтра на работе. Ну, я понимаю, да. Ну, суд все-таки судили нас всех. Кто отказался и кто не отказался, он все убил. Суд он на нас подал. Суд по защите чести и достоинства, сколько дней. Да, да, чести и достоинства он на нас подал. Кто-то написал. То есть она у него, он считает, есть, я правильно так понимаю. Да, написал он заявление на всех, вот кто нихуле участвовал. 25 человек. На 25 человек он на нас написал заявление. Всех, кто горбакил на него 20 лет. И вот он. Ну, и он проиграл. И он суд проиграл. Это хорошо. Они были с 250 тысяч, он проиграл. 200, ну вот, 200 тысяч. Значит, начали спрашивать протокол нашего адвоката, где протокол, что мы было собрание, мы проголосовали за это ООО. Но это собрание не было, ее в природе не было. Значит, что касается земли его жены. Он наглый врал, губернатор, он писал письма. Они письма у всех у нас целы. Что его жена сама обрабатывает эту землю, 250 гектаров. А по факту? А по факту обрабатывает ее колхоз. Вот он, тракторист. То есть вы ее обрабатывали, землю. Значит, наши семена, наши трактора, наши горючие, наши трактористы. Я же, все наше. Но земля ее, навар ее. И отчитывалась в ЦСУ, она вот это. А и следователь в СССР считает, не было никакого преступления получаться? Нет, конечно. Откуда? Откуда? То есть вы вообще, как бы, самобольно, наверное, может быть, вы технику. У вас, то есть направлял туда председатель колхоза, туда непосредственно обрабатывать эти земли? Так вот, в ходе, пока шло вот это судебное заседание, это поклевитет, он написал договор субаренда, якобы фермерская земля перешла в субаренду, в колхоз. Но ее не было. Нигде никакого договора. Такого договора нет. Не было. Не было. Не на собрании. Ну, такие дела решаются на, в общем, собрании. Никогда нигде никто не заикался об этом. А он уже говорит, что вот, может, у него есть договор субаренды, безвозмездно она передала поископравду. Такого не было. Все делали сфихаря, председатель или бухгалтер. Бухгалтер за нее. Вранье, вранье, и вранье. За фермерскую отчет делала, вот, на деда Ивана подтвердить. Она за нее отчет делала. Да в ЦСУ спросить, вот, с какого она, вот, там, пожалуйста, она сама фермерское хозяйство сдавала отчет туда. Земля тут обрабатывалась, а там отчет, в ЦСУ налоговый отчет сдавал, как фермерское хозяйство. Вот на собрании, в каком-то, в 19-м году, наверное, было собрание, но он давал этот протокол, когда суд шел. И вот там обновлено. Якобы на собрании тоже решили ему повысить зарплату не выше 70 тысяч. Со всеми выплатами каким-то, но не выше 70 тысяч. Не было такого нигде, ни на заседание не решалось. А чьи подписи там стоят, смотрели? Чьи подпись-то? Люди же могут же сказать, что действительно они не ставили, должны провести экспертизу заявлений по этому поводу написать. Да подпись там может и есть, но а кому кто дает прочитать? Подпишись у нас так, подпишись, распишись вот так вот. То есть люди могли даже не знать, за что расписывается. Этот вопрос вообще не поднимался по зарплате. По зарплате вообще нигде это не было. 30-тва августа. Вообще не было такого. Вот тут на этом собрании... То есть он может хитрить вот таким образом? Ну, протокол написали фальшивую. Вот на этом собрании, вот по зарплате его, и якобы решили ему зарплату повысить такую. И про землю тут тоже якобы на этом собрании говорили про землю, но такого ничего не было. Вот в субаренду какую-то, кстати, я думаю, что ничего на этом собрании не было. Вот такой протокол, ну, недействительный. Я понял. Вот такое вранье, вранье и вранье. А подписать что? Да вот Кузьмичу сколько раз-нибудь подпиши. А что там? Ну, доверяли, верили. Ну, кто может тут все свои, кто кого может подставить-то? И это прям, и проголосовали единогласно, что землю в колхоз, в субаренду принять, и зарплату ему. Никому зарплату. Это по его документам все единогласно? А на деле, на самом деле, все против. Да, против. Ну, вообще вопрос это был. Не, не, я имею в виду, ну, вообще, если бы такое было бы, вы были бы против? Против, конечно. Почему бы тебе зарплату повысить до 70 тысяч? А для остальных, ну, минимально даже не выплачиваете. Люди работают, у них минимально не получают. 6 тысяч? Минимально 5 тысяч. Нет, врач. Охренеть. На пекаре работают, поскольку они там, может, по 7-8 тысяч получают. А уборщики сколько здесь получают? А уборщики пусть 3,5 тысяч получают. На пекаре тоже она, небось, получает тысяч 5, не больше. На этот зарплат нету. А ему повысить. 70 тысяч он себе решил сделать. Да, и мы все проголосовали единогласно. Ну, вы его любите, цените и уважаете, как говорится. Ну, это он хотел бы так, наверное. Он, спасибо, на нас в суд подал. Мы все махинации там увидали. Как он, ангелия, в гости, сказал. Слепли. А вот теперь, по поводу... Не собрание ведете, а аудитора. Не он ведет. Он стоит, а что ладно? По поводу, вот пою. Всех вас запугали, вот их же ладно. Вот прямо после новогодних праздников, да, Галина Петровна позвали, получи имущественный пай за мужа умершим. Имущественный пай. Нигде не решалось, ничего, никаких. Это тоже решается на заседании, ой, на общем собрании решается. Ну, а вот то, что скупить, он пои, вы говорили, планирует? Пишут заявление, тут уже больше... Тут, небось, все эти пенсионеры, уже все, небось, написали заявление. Ну, он не объясняет. А что за заявление написали? А вот куда, я не знаю, что там, вот кто это, кто писал хоть и что там в этом заявлении-то. Ну... Получить имущественный пай. Получить имущественный пай? Ну, наверное. Вот хоть поглядеть бы это заявление, куда, это в ПСК, правда, или он уж может на ООО на какой скупает. То есть он здесь какие-то махинации странные проворачивает, что в неведении старается вас держать, правильно я понимаю? Да, а никто ничего не знает, никто не объясняет ничего. Для какой цели ты вот сейчас... Люди пишут заявление, они сами предлагают. Пай будешь продавать, пиши заявление. Куда эти пай, кто их будет скупать, имеешь ты право их покупать, куда, на какие деньги. Вот это вот вообще ничего не понятно. И с какой целью ты их скупаешь? Ты даже вообще не имеешь права скупать, мы думаем. А имущественные пайсы? Если у нас всё вот это из наших имущественных паёв, вот это всё, всё имущество... Состоит как раз, да. Так, всё из наших имущественных паёв. Куда ты? Ну, вот так. Ну, вывод сам на правду. К чему вообще вот это... Как вы думаете, к чему это всё ведёт? Пытается, по крайней мере, вести. А вот эти вот два учредителя, которые из той коммерческой организации, схожие по названию с колхозом, вообще, что это за люди, вам известно, не узнавали? Ну, вы так неохотно говорите... Нет, я думаю, как сказать... Ну, Гутеров, вот, он в этом... Друг Кошлева. Ну, друг Гутеров и Кошлева. Ну, понятно, что, скорее всего, что они все друзья, по одной причине, потому что, ну, разве можно организовать фирму, там, не зная друг друга? Ну, сам Кошлев Юрк, вот он был подследствием, который Гутеров и Кошлев в Россельхозбанке-то. А по чём они там? Вот этот Кошлев. Махинации. Махинации какие-то были, да? В Россельхозбанке страхования. Вот этот Юрий Николаевич Кошлев, но он не сам он тут, а его отец. Его отец тут учредитель. И Гутеров, вот этот. А мы приезжали к ним. Какие-то у них, я так понимаю, наверное, планы. А они в открытых варили, у нас цель такая, взять колхоз в свои руки. То есть у этих учредителей, вместе с Объедковым, я так понимаю... Да, они в открытых варили. Что хотят завладеть этим колхозом, да? Да, они в открытых варили. Наша цель взять всё себе. Ну, мы на самом деле посмотрели, вот, были где коровник, в каком состоянии, и вообще, как... рабочий, вообще, рабочий день проходит. Кормление, вот это всё, это, конечно... Нет, ну это... Прошлый век, я не знаю, даже не прошлый век, это... 25 лет. Сейчас мы находимся на ферме молочного производства Терновского района, поиска «Правда». Вот, вот, раздача кормов вручную. Хотя могло бы всё быть раздатчиком и фермой в более лучшем состоянии, если бы был бы грамотный руководитель. А так они по старинке, вручную всё это делают. А так всё по старинке, вручную. И не жалея своих сил. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 В кармане. Видишь как? С кармана вынул и все. И прокурор вот все, что писали, ездили, на Москву пишут. Ворачивается на Воронеж, на Борисоглебск. Мы все в дураках. И он смеется. Вот кто подал заявление? Кто остался работать? Никого. Надоел ездить, ездить, ездить. Скокаревки, сказали люди. Нанимаете. А эти вот сидят. У него семья. У этого тоже семья. У этого сейчас вторую группу дали сыну. Болеет. Молодой. Ну а теперь вот ему надо любыми способами выкупить эти имущественные пои. У нас в основном пенсионеры. Сказали им хоть какие денежки они получат. И вот все пошли сейчас. И в основном пенсионеры сейчас выкупят у них вот это и все. И основная часть у него будет. Осталось там 5-6 человек. А он на кого их выкупать будет вообще? Может ли он выкупать вот это? Ну какой? Вот я думаю, как я считаю, он не имеет права никак выкупать это. Угу. Как? Даже вот это если кому-то отдать имущественную память, кто написал заявление, должны решать на собрании. Он все до собрания вот сам решил уже. Он уже до собрания все сам решил. Там далеко вообще прокуратура в Терновке. В Терновке, да? В Терновке. К чему? Вот если бы, ну насколько это возможно, к прокурору сходить и задать ему вопросы вообще. Насколько это законно? Значит, и что по этому поводу прокурор, будет ли он как надзорный орган по этому поводу обращать на это внимание? Вот может быть задать вопросы? Да как он его будет, когда он тут хвалился? Кто молчать? Он мне говорит прокурор в кармане. Ну может быть давайте, я просто к чему? А если доехать до прокурора, и вот сейчас вместе зайти как раз у него спросить, а вы в кармане вообще? Ну и что мы в голове вот ездили, голове. Ну надо съездить. Ну надо съездить. Ну надо съездить. Я думаю нужно. Кто? Можем съездить. В общем мы в любом случае поедем туда, и кто готов, присоединяйтесь тогда. Чья очередь? Можешь ездить? Нет, я сейчас. Сейчас будем спрашивать у прокурора вообще. Сказал объедков, что он у него в кармане. Мы были у него сразу, когда узнали, были, зашли. А он говорит, ну это у вас в хозяйстве, вы там разбираетесь. Как-то он дистанцировался. Ну раньше был первый секретарь, второй. Я работал 10 лет. Не помыли корову, пожались и все. И ты уже там не будешь работать. Не раздали там или что это. А тут сейчас, я не знаю, тут вот такой век идет. И тогда вот я работал, и то раздачник был. А сейчас ругаем. Они как? Они собьются все, потому что сил не хватит. Вот я одну тебе что раздам. Если я не выпью, я вторую не раздам. Ну что, не так что ли? И получите правильно. Они 10 тысяч, 12. Поглядели. Они там сутки. В магазин должен 6, и жене Нестель пропить последнюю. Ну что, не так что ли? Все равно ругаться будет. Ну токарь у нас был токарь. Хороший токарь. Он ему дал, сколько, на практике он был. Да вот, Андрюх, скажи. Он принес ему, дал 4 тысячи. Он говорит, я не знаю, куда же их деть. И купил, вот нахер, ребят, и уехал. Вот и все. И станок какой там, все бьете. И токарь был вообще отлично. Я не знаю, я там не... Вон, спроси, Андрюх, скажи, какой токарь. Да, да. Молодой. Был токарь у нас молодой слизистка. Ну, работал вообще профессионал, надо сказать, в своем деле. Ну, получил зарплату 4 тысячи. Купил ящик водки, привез в бригаду, ребятам. Ну, дайте, и уехал. Он говорит, я рассчитывал примерно 15-20 тысяч. А ты что это? Ну, у меня вот сын работает. А, вот хотел вот сына работать. Молодой человек. Грамотный. Грамотный человек. Все, он все сделает, что надо. Но он зарплату получает 1300. 1300. 1300? Да. Он говорит, мне умных не нужны. Он провел и все как надо. Потому что он уже по-часовую. Он работает только один. Один он. Ну, нельзя одному, да? Электрик тем более. Он работает, ну, вот, ты ходи каждый день на планерку, а потом после планерки, тогда, что тут тебе скажешь, иди делай. Я работала еще с заведующей, а он, ну, обижается. Он говорит, ну, что я пойду на планерку. Вот. А если вот, например, 4 часа дойка, сломалась что, он уже такой со мной там, вот, не шел. Я не пойду. Вот будет 8 часов, я тогда пойду после планерки делать. Ну, нельзя так, говорю, нельзя. Карлов стоят. Ну, кое-как, ну, все, он пойдет с дел. Ну, это же неправильно, вот неправильно. Ну, и вот по часовой. Как можно у охладника рассчитать по часам? Ну, где вот, откуда ты знаешь, сейчас тебе, Алексей Иванович, нету, откуда ты знаешь, где он там что делает, да? Все верно. Все, он вынужден вот уволиться. Так, все это вот у нас так и все на месте. Потому что человек, он грамотный. Никаких. Вот скажешь, вот нет проводов, нет там каких, ну, запчастей. Напишут ему, положишь на стол. Купить. Ладно. И все. И так, и все. Ничего не покупаешь. Так, едем тогда в прокуратуру? Едем. Вот, едут. Кто? У нас было раньше две фермы, когда он купил на работу. Семигородского, целого и тут. Ну, я работал первым местом в районе. У нас фермы ниже второго места никогда не пускались. Вот, хотя по району их было около сорока ферм. Да. Сейчас я посмотрел вот этот в районке. Последний. Первый снизу. Четыре литра. У меня коза больше дает. Я 24 года работала заведующей фермы. И в основном были на первом месте. Резал коров, телят вскакивали. Это что? Да, да. Вырезал, вырезал. Если вот так вот заснять, если вот по-настоящему за машину цепляете и тянуть корову. Говорите, что это правильно делают? Порезал всю ферму вот хорошей коровы. Давали где-то. И всех порезал. И сейчас глядите, да. Ну и по-настоящему условий никаких нет. Уже их оставить и держать негде. Корм есть. Есть корм. Син есть. И люди есть. Есть люди. Вот сейчас сколько? Он тут не работает. Вот не работает. Вот второй пришел. Третий. Не работает. Молодой. Семья. Вот четвертый. Их тут набирается. Пришел. Пришел. Молодой. Пришел пацан. Просил трактор. Трактор. Дай трактор какой. Остался бы. Остался бы. Работал бы. У тебя практик нет. А кто раньше вот в Козловке была. С ПТУ был. А тут приходили. Я скажу вам. Еще сейчас. 16 лет не приходили. Тоже практики никакой не было. Все остались. Работали. Все здесь остались. Работали. Пришел. Он окончил. Это же при мне. Я уже на ферме работал. Он заявление не мог написать. У покойника. Лекторик. Написал заявление. В правлении. А он переписал. Вот как. А сейчас он научился. Хорошо денег. Видишь как. Грамотный. Все это. От кого? От людей. Он грамотный. Поедемте в прокуратуру. Ну поедем сейчас. Поехали. Скажите. Где мы сейчас находимся? Мы сейчас находимся в поисках прав. В тракторе. Так. Вот у нас. Тельхоз. Мы работаем. Как любому. Субботу. 100 лет. Все надорвались. Оборонки. Забились. Поднимаем. Нянчим. Оторвалась. Несем мы ее на себе. Вот таким инвентарем. Работаем. Много-много лет. Вот. Да. Конечно. До нашей эры все. Да. А на пороге 20 миллионов. Просто вот с этим оборонками это уже смешно. Вот фермера, которые, скажем, имеют земли там по 200 гектар. А на цепках стоит там в районе 700 тысяч. И у всех фермеров они уже на гидравлике, все на колесах. Как бы ничто на пупке не поднимается. И они позволяют себе такое оборудование. А у нас людей не жалеют. Работают все вручную. Как мы даже увеличим, показываем. Вот у нас мастерская. Внутри все черно, все закопчено. Белись уже. Я вот работаю 30 с лишним лет. При мне ни разу не белилась. Талька вся на соплях. Вся проводка на соплях. То и дело током бьет. Окна забиты пленкой. Лампочки находятся под самой крышей. На полу ничего не видно. Освещения никакого нет. Все забито пленкой. Только выручается пленчатый завод. Что коровник. Что все вот эти постройки. Все пленкой забивается. Все окна. В зимний период работать нельзя. Голоток. Ну для сравнения ферма, скажем, в соседнем хозяйстве. Этот тут коровник, я не знаю. Ну года три как пустился. Его новый строили. То есть животноводство является прибыльным. Они увеличивают поголовье. Те, конечно, более старые постройки. Но все они реконструированы. И то там нет нигде пленки. Он абсолютно ухоженный. В окна даже на старых, как скажем, в старые постройки пластиковые окна. Вот. Телятники там как бы, окна они там маленькие остались. Потому что там, он более низкий там, не обязательно. Потому что он теплый был. Вот. Ну там освещение хорошее. Потому что я их сам постоянно, каждый год сам обработку делал. Меня нанимает. Я белюсь звездкой. Вот. Этот вот новый. Да, более старые фермы. Но еще у них есть корпус мясного производства. И тоже в отличном состоянии. В отличном состоянии. Это условия труда. Они постоянно за ним следят. И делают капитальный ремонт. А называл, не называл, как называется этот комплекс у них? Это? Ну это соседнее село, скажем, Дубровка. Тоже нашего Терновского района. Вот. У них здесь, как бы, занимает все. И бетоном постельный. Здесь, вот, подъезд все тут хорошо. Не то, что у нас там все уже, грязь все выбито. Здесь намного все лучше. Ворки все железные, сваренные были. Все новые. И, как вам, летний ворок у них там. И зимний тоже. У них все у них тут сделано. Молкопроводы все с нержавейки. Все по-современному. Охладители стоят. Чего у нас, скажем, такого вообще и в помине нету. Я понял. Да, молодцы. Молодцы. Надеюсь, когда-нибудь у вас такое будет. Мы тоже надеемся на развитие. Сейчас мы находимся в селе Козловку. Терновского района тоже. Рядом с нами, так скажем, вот фермер. Вот у него земли, даже по моим, как свидетельствам, что у него объем земли меньше, чем у нас в колхозе. Но у него, как бы, по зарплатам с людьми общался намного лучше. И общение с людьми у него грамотно, как человек относится. И сама, скажем, вот у него база. Вот и мастерская здесь за забором, там склады, зав. Все у него, так сказать, по последнему слову. Все красиво, все там. И плитами все застельно, грязи нет. Тут, я не знаю, только мечтать можно об этом. В таких условиях работать. Ну, я думаю, любая мечта должна стать реальностью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова